приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про третий общий тест обновления 1.20 в котором завезли у нас ранговые бои на восьмом уровне я в них поиграл сформировал какое-то свое мнение и сейчас в этом видео я с вами поделюсь что я про все это думаю давайте сначала познакомимся какие у нас условия что тут тестируется что происходит техника только восьмого уровня в игре в самом режиме написано что танки катаются только прокачиваемые и коллекционные но можно выбрать премиумные кататься на прям танки но это пока что только на тесте видимо разработчики еще сами не решили какие танки в этом режиме они хотят видеть только прокачиваемые или даже премиумные принципе для этого теста существует чтобы понять также формат у нас 7 на 7 и бои 12 минут на самом деле 12 минут это даже как показала практика много поскольку бои чаще всего заканчиваться дай бог минуты за четыре если не за три также здесь начисление шеврона войдет следующим образом все кто победили получают плюс один шеврон все кто проиграли получают минус один шеврон кроме человека который в проигравшей команде занял первое место по опыту он ничего не теряет но и ничего не получает на мой взгляд это неплохая мотивация побеждать но и небольшое поощрение того единственного чела который потел то что раньше в ранговых боях на первых местах в проигравшей команде люди получали какие-то шеврон это на мой взгляд ошибка поскольку некоторые люди реально не хотели играть на победу и вот это изменение на мне нравится больше всего на этом тесте в ранговых боях но на большом промежутке времени и когда будешь играть долго на основном сервере те ранговые бои я на сто процентов не уверен насколько хорошо это изменение зайдет но на тесте и логически смотрится очень хорошо но на тесте просто там вакханалия какая-то происходит и играют не только прокачиваемые танки но и премиумные так что это не совсем те условия стопроцентные которые покажут как на самом деле она выглядит но в целом мне кажется это изменение прям разумное такое добротное мне она нравится также балансировщик будет собирать бои по дивизионам без учета ранга игрока внутри дивизиона участники квалификации будут попадать в бои с игроками 1 дивизиона участники 3 дивизиона будут попадать в в бои с игроками лих но если людей будет там немного и балансировщик будет тяжело собирать бои то он будет брать из соседних дивизионов также здесь есть примечание что эти условия только на тесте такие они могут измениться но на это и понятно то что это нужно протестировать понять что да как и что нужно менять но и немного про награды за квалификацию и ранги дают боны кредиты прям дни и снаряжение также за награды дивизиона дают 3 2d стиля изумрудная чешуя янтарная чешуя и нефритовая чешуя на мой взгляд это все пока что не совсем важно какие-то там наградки или еще какие-то мелочи это все чепуха самое важное понять это нужны или не нужны прям танки в этом режиме интересно ли играть на восьмерках 7 на 7 и насколько прикольно катать на таких картах из рандома в таком вот формате также новая формула получения и потери шевронов на мой взгляд новое получение или потеря шеврона в этом режиме смотрится неплохо мне это реально прям нравится это единственно в чем я не могу нигде докопаться даже придумать не могу где бы я мог приколупаться к такому получению шевронов все очень просто все кто победили плюс один все кто проиграли минус один единственный кто в проигравшей команде лучше всех потел просто ничего не теряет вроде как логично восьмерки 7 на 7 получаются очень быстрые бои на коридорных картах буквально по три минуты на удивление за эти три минуты успеваешь настрелять урончик какой-то если играешь там на прям танчиках на голде вообще по кайфу но вот когда карты более открыты там бои уже подольше и уже на тех танках которые им будет в коридорах не так легко затащить поскольку лтшки могут легко объехать за счет того что танков мало на карте и затащить бой наверное если в этом режиме будут только прокачиваемые танки то лучше пойти в сторону обычных карт из рандома но если в этом режиме будут еще и прям танки то может быть было бы интереснее если карты были бы из режима натиск поскольку они там больше предназначены для активной интересной игры также на сайте в этой новости написано мы видим что техника 8 уровня пользуется в игре большой популярностью поэтому хотим дать возможность поиграть на этих машинах и в ранговых боях чтобы сражение проходили максимально комфортно другие уровни в тестовом сезоне участвовать не будут и здесь я немного не согласен да вы тестируете восьмерки говорите что они популярные но в самом клиенте игры написано что будут только прокачиваемые танки тут играться такое ощущение что до конца еще не поняли мне кажется если брать только прокачиваемые танки то никакой особо популярности нету у прокачиваемых танков восьмого уровня вся популярность закручена на огромном количестве прям танков 8 левела на том что на 8 левеле много бесплатных танков которые можно было за марафон получить или забоны купить или в трейдинах там на менять или еще где-то и много очень имбовых танков огромное количество сильных прям танков и не всегда приходилось за них подаводение вот в этом и заключается вся популярность восьмерок огромное количество событий игровых которые проходили с наградами в виде прям танков восьмого уровня не удивительно что прям танки 9 уровня и девятый уровень не имеют такой популярности поскольку там сильных прям танков почти не существует в принципе их намного меньше вот и уровень не такой популярный ну и остальные уровни в принципе состояние такое же если сравнивать с восьмерками поэтому этот режим будет популярнее если прям танки в нем будут и даже я когда играл на прям танки в этом режиме мне было интереснее подбирать танк для этого режима у меня прям был большой выбор поскольку меня в ангаре почти одни прям танки на восьмом левеле прокачиваемых танков интересных их очень мало буквально пару штук и они уже давно надоели из них даже не интересно выбирать а вот прям танки их очень много и на некоторых в рандоме я до сих пор не наигрался поскольку в рандоме они даже не так сильно заходят как в этом режиме 7 на 7 такие танки допустим как вайпер в рандоме на них тяжелее играется чем в этом режиме 7 на 7 он тут заходит лучше поэтому на мой взгляд этот режим я вижу только с прям танками как режим который интересен и популярен без прим танков мне кажется он никому не будет интересен вообще играть то толком не на чем будет до играя только на прокачиваемых танках больше будет упор на скилл там даже имбовые танки на них нужно прям потеть на прокачиваемых т-32 тот же самый или кернерван они хоть и сильные но они сильны за счет пушки дпм уэнов там крепкой башни а вот такие прям танки как вайпер где ты просто лицо выставил и раздаешь барабан таких прокачиваемых танков и нет толком поэтому и если в этом режиме есть прям танки то еще упор делается и на сам выбор танка и это как-то поинтереснее выглядит да и популярность намного выше что касаемо фарма серебра я думаю тоже мной и задумается об этом в этом режиме то играя на галде просто сдох пайком уходишь в ноль с прям аккаунтом может быть если будут работать резервы то в небольшой плюс будешь уходить да конечно можно поиграть на бэбэшках но бои очень быстрые в этом режиме на большинстве карт особенно родских и коридорных до на открытых картах бои затягиваются но успеете ли вы какой-то результат сделать получить свой шеврон не подвести команду играя на бэбэшках это же все таки режим на результат на повышение рангов они на фарм серебра как линия фронта вот такое мое мнение про этот режим рановые бои 7 на 7 на восьмерках в принципе она играется неплохо но настолько быстро что не успеешь понять что типа все бой кончился смотришь на урон вроде набил нормальный урон там 34 тысячи надо 2 если бой похуже вроде урон набил обычный нормальный а бой всего-то пару минут это даже как-то немного непонятно и непривычно даже не знаю как на это реагировать пишите свое мнение про ранговые бои 7 на 7 на восьмерках что вы про это думаете я свое мнение высказал с вами был варчик играть красиво всем удачи пока обязательно подписывайтесь